Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я пришла в теплицу, чтобы начать посев капусты на рассаду. И вот про особенности выращивания рассады капусты в неотапливаемой, в холодной теплице, я вам сегодня расскажу. А точнее напомню, в прошлом году я уже говорила. Я сначала скажу, что в первую очередь я пришла сеять скороспелую июньскую зимовку, то есть самые ранние и самые поздние сорта. Про это уже говорилось не раз, что их нужно сеять в первую очередь. Скороспелые сорта нужно сеять для того, чтобы получить ранний урожай в июне. А такие как зимовка, ну и все зимние сорта, у которых длительный срок созревания по 150 дней, по 5 месяцев, их тоже нужно сеять в ранние сроки для того, чтобы они успели сформировать большой свой качан и созрели. Вот перед вами грядка, которую я уже посеяла. Как я ее сделала, я вам сейчас расскажу. Посев капусты очень-очень прост. Главное условие нужно соблюдать. Сеять обязательно в очень влажный грунт. Я вот эту часть теплицы специально не стала обрабатывать никакими фунгицидами, чтобы можно было приступать к посеву сразу. Вот фитоспорином промыла все эти панели поликарбонатовые. Пролила просто кипятком позавчера и сегодня уже приступаю к посеву редиски и капусты. Я вот такие дорожки намечаю вот такой помидорной палочкой. Просто вдавливаю туда, получаются дорожки. Расстояние между дорожками делаю произвольное, но такое, чтобы вот этой вот маленькой матышкой я потом смогла ее прорыхлить, когда она уже взойдет. Она у меня взойдет, я ее прорыхлю и это как улучшит качество рассады. После того, как я сделала дорожки, так как я не обрабатывала землю никаким фунгицидом, я ее поливаю, вот видите, в ведре розовый раствор марганцовки. Раствор должен быть не очень крутым, не тот, который все убивает, а просто вот профилактическая дезинфекция грунта. Так как у нас капуста очень подвержена заболеванию черной ножки, я все-таки грунт, в который ее сажу, поливаю розовым раствором. Вот беру маленькую леечку и поливаю не весь грунт, грунт он очень влажный в теплице, это плюс вот таких ранних посевов, а поливаю только по дорожкам. Вот по этим побороздочкам, вот так поливаю осторожно. Поливаю до того, как я рассыпаю семена. Потом беру семена и просто россыпью их сею. Сею россыпью. После этого полив уже нежелателен, потому что сколько раз я пыталась после этого поливать, семена смываются и может вот этот вот порядок, который вы разложили, может нарушиться. Чем реже, чем равномернее вы сможете разложить семена, рассыпать, тем качественнее, крепче будет рассада. Вот если вот такие места, вот видите здесь у меня кучка прям, они могут, где густо посеяны, они могут вытянуться. Все, дальнейшее наше, ничем я сверху не прикрываю, я просто вот эти вот грязь, эти, ну хребты вот так вот разравниваю. Сильно заглублять семена капусты не нужно. Они у нас мелкие, не очень крупные. Если мы их закопаем глубоко, они могут даже не взойти. Или всходить будут очень-очень долго. И вот только после того, как мы вот эти вот бороздки разровняли, тогда я поливаю еще раз. Именно по тем местам, где у меня бороздки с семенами. Еще раз говорю, весь грунт я не поливаю, потому что грунт очень влажный. Тут снеговая вода вот эта талая. Она очень благоприятно действует на наши посевы. Она нам очень помогает. Все, вот так вот я полила и потом закрою. У меня вот там есть пленка. Сейчас я вот вытащу камеру. Я покажу вам все этапы, которые у меня были до того, как я посеяла. Вот, помыла я теплицу вчера фитоспорином, позавчера. Пролила горячей водой, именно под капусту. Землю попросила сына, он мне вскопал. Вот лежит пленка, которую я буду закрывать. Пленка грязная, многоразового использования. Но здесь чистота и прозрачность не важна. Она будет играть роль, как сказать, она будет только предотвращать вот нашу грядку от высыхания грунта. После того, как вскопали, я разделила всю вот эту длинную грядку, видите, на маленькие секции. На секции по метр, метр двадцать. Для чего? Не для того, чтобы разделить сорта, а для того, чтобы можно было вот по этой дорожке зайти, спокойно посеять, все это сделать. После того, как я грунт разровняла, вот я разровняла, вот у меня эта секция. Нужно наметить. Беру палку. Беру помидорную палочку. Вот так вот заглубляя ее, маркирую всю эту грядочку. Вот на таком расстоянии бороздки. Но этого мало, так как это только мы наметили. Потом одеваю перчатку, и вот такие вот небольшие бороздки, они получаются полтора-два сантиметра, я еще вдавливаю вот так рукой, для того, чтобы когда мы засыпем семена, можно было их просто прикрыть и все. Если сеять вот в такие дорожки, то нужно грунт насыпать сверху. Это очень неудобно и трудоемко. Вот эту грядку я уже подготовила. Тут я и промаркировала. Вот видите, там только намаркировано, намечено, а здесь уже ладошкой я углубила. Вот такие глубокие бороздки. Потом я беру лейку, поливаю. Первый полив, который вниз под семена, должен быть очень-очень сильный, потому что семя должно лечь вот прям сильно во влажную землю. У меня одна женщина спросила, что делать, если земля еще мерзлая. Возможно, что у некоторых земля еще мерзлая, пусть это вас не пугает. Накиньте вот такую же пленку, как я показала. Она под этой пленкой земля быстро согреется, верхний слой. Нам нужно всего вот так, 10 сантиметров грунта, больше нам не надо. Пусть он внизу будет мерзлый. Главное, если верхний слой оттаял, немного взрыхлили, вскопали и сейте капусту. В процессе будет земля оттаивать, она прогреется, капуста набухнет, проклюнется. Ну и отвлеклась, полили мы. Все, вот я все показала и посеяла семена. Сейчас я заделаю, можно заделывать руками вот так просто, если мало. Можно заделывать вот этими всякими палочками, матышками. Вот так получается, что мы просто выравниваем до прежнего состояния. Обязательно делаю этикетки, вешаю, чтобы не спутать сорта. Вот у меня уже июньская посеяна, вот здесь у меня скороспелка. Тут будет зимовка и подарок. Все, процесс посева очень простой. Землю, как некоторые спрашивают, какой грунт нужен капусте. Вы понимаете, что для посева в теплицах никакой грунт мы не подбираем. Какая земля тут есть, в ту и сеем. Капуста не очень требовательна к земле. Ей не нужен ни плодородный, ни какой-то грунт, ни перегной. Ей нужно только много света и прохладные условия. Вот здесь, в поликарбонатовой теплице, для нее идеальные условия. Вот в таких теплицах самая крепкая, самая здоровая рассада, которая дает хороший урожай. Потому что капуста, в отличие от всех других наших овощей, она не любит тепло во время роста рассады, во время, даже вот когда она всходит, проклевывается. И потом, когда она, первый листочек появится, через 2-3 недели мы ее отсюда, я лично ее, буду перкировать вообще в открытый грунт. Когда здесь уже станет жарко, для нее условия уже будут неподходящие, она начнет вытягиваться, она начнет как, ну, начнет понижаться качество рассады, из-за того, что будет уже тепло. Тогда я ее буду на улицу, там опять у нас будут холодные условия, опять много света, и вот так мы вырастим красивую, здоровую, урожайную капусту. Я потом все, так же поэтапно, пошагово, все этапы вам покажу. Но вот сейчас я показала, что посев капусты очень прост. Значит, скопали землю, разровняли, разделили на грядочки, чтобы можно было удобно подходить, наметили рядки, расстояние произвольное, можете шире, можете уже, я делаю под то, чтобы можно было порыхлить. Смочили, обязательно полили, посеяли семена, сверху не поливайте, семена смываются. Закрыли грунтом, сверху по рядкам еще раз полили, и закрыли вон той пленочкой. Пленка подойдет любая, старая, может быть, немного даже рваная, которая уже вам не нужна на укрытие. Здесь, для того, чтобы земля не пересыхала, будет в самый раз. Представьте, какие здесь будут прекрасные условия. Будет влажно, будет солнце, и будет тепло, потому что сейчас уже, вот вторая декада апреля, все больше и больше теплых дней. Если вы не проводили дезинфекцию теплицы, то поливать бороздки лучше всего или розовым раствором, или фитоспорином, кто чем поливает. Если земля хорошая, и у вас нет опасности заболевания черной ножкой, можете просто теплой водой. Можете перед посевом землю просто кипятком пролить, тогда уже не надо никаких вот этих обеззараживателей. Все, до свидания. Вот это такой небольшой видеоролик про все этапы, которые предшествуют посеву капусты, и про сам посев, и про особенности выращивания рассады в теплицах. Главное, оттаял небольшой слой верхней земли, сразу сейте, хорошо полейте, закройте пленкой, и у вас здесь будет самая прекрасная рассада. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю в этом году всем вырастить хорошую рассаду капусты.